Добрый день друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня приготовим с вами апельсиновый бисквит. Это будет основа для нашего будущего торта, видео по которому выйдет следующее на моем канале. Итак, все делается легко и просто. Давайте поскорее уже приготовим. Что мне сегодня понадобится? 4 яйца, 1 апельсин, сахар, кукурузный крахмал, разрыхлитель и мука. Точное количество ингредиентов я вам укажу в описании под видео. Итак, что делаем в первую очередь? В первую очередь я снимаю цедру с одного апельсина и отжимаю апельсиновый сок. Теперь в чашу миксера я отправляю 4 яйца и начинаю взбивать яйца на небольшой скорости. Все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому включаем миксер, дожидаемся появления легкой пивной пенки. И только после этого я начинаю всыпать сахар примерно в 3-4 приема. Как только добавил весь сахар, который указан в рецепте, я увеличиваю скорость миксера на максимальную и взбиваю наши яйца с сахаром до плотного состояния. Наша масса должна посветлеть, увеличиться в объеме и в общем вот такое вот красивое будущее тесто у нас с вами уже получается. Сейчас я вам покажу лопаткой, какая консистенция должна у вас получиться. При помощи лопатки я зачерпываю взбитые яйца с сахаром и рисую по поверхности. Должен оставаться четкий рисунок и задерживаться на несколько секунд. Значит у нас все с вами получилось. Теперь я просеиваю в 3-4 этапа сухие ингредиенты и аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх я начинаю все перемешивать. Не добавляйте сразу все сухие ингредиенты, потому что наши взбитые яйца тогда просто упадут и бисквит у нас с вами не получится. После добавления всех сухих ингредиентов я добавляю горячий сок апельсиновый вместе с цедрой и замешиваю тесто. Вот такая консистенция теста у меня получилась. Теперь выливаю тесто в форму. Диаметр формы у меня 16 сантиметров. Я сразу буду выпекать в двух кольцах. После того как тесто отправили в форму, отправляем его в духовой шкаф на 180 градусов примерно на 35 минут. Готовность проверяем как всегда деревянной палочкой. Вот такой золотистый, очень ровный, гладкая золотистая поверхность у бисквитов у нас с вами получилась. Смотрите, все как четко, замечательно, значит мы все сделали с вами правильно. Теперь ждем буквально 5 минут и вырезаем наш бисквит из формы. Переворачиваем его на решетку, даем ему полностью остыть до комнатной температуры. Потом я заворачиваю бисквит в пленку и убираю на 6-8 часов до полного созревания бисквита. И уже в следующем ролике мы с вами его разрежем и соберем прекрасный и шикарный торт. Мне как всегда было безумно приятно быть сегодня в компании вместе с вами. Спасибо, что вы смотрите, комментируете, подписывайтесь на мой канал. Обязательно приготовьте такой бисквит. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока.